1892, первая половина, гражданская война в Венесуэле, называется также легалистская революция. Ну, знакомая нам история про третий срок, там и прочие срока господина Путина. В данном случае был такой президент Андуэса, который хотел остаться на второй срок. То есть у них там только один срок был в Венесуэле. И у него, значит, команда сформировалась в континуистов, которые тоже хотели продлить ему власть. Ну вот в Латинской Америке это решалось путем Майданов. То есть если такая фигня происходит, дело в том, что поменять его может президент Конституции, если у него там войска есть, потому что решают войска. Поэтому защитить принципы демократии, опять же, вооруженным путем только нужно. Бывший президент Хоакин Креспо, кажется, он Креспо, или Креспо, чертов знает. А, Креспо все-таки, по-моему, французская это фамилия. Ладно, Хоакин Креспо 11 марта на своем ранчо в штате Гуарико объявил о войне против этого президента Андуэсы за демократию и за то, чтобы второго срока не было. И один человек не правил больше четырех лет страной. Было восстание крупное. За Креспо воевали так называемые легалисты, а за этого, который хотел на второй срок, континуисты. Ну, довольно быстро там все прошло. Победили, значит, вот эти легалисты, то есть сторонники закона. 6 октября 1892 года Креспо вступил в Каракас во главе своей армии. И 16 июня 1893 года приняли очередную конституцию, где четко было написано, что только четыре года может один человек править, и все после этого должны сменяться. Такая история про Венесуэллу. Ну, там постоянно такие были в Латинской Америке. У нас произошел холерный бунт в Ташкенте 24 июня 1892 года. Очередная была эпидемия холеры, вообще они характерны для 19 века, поскольку железные дороги, то они по всему миру бушевали. Вот зашло в Среднюю Азию. А в Средней Азии они не знали, у них не было раньше таких крупных эпидемий в Ташкенте. Хотя, в общем-то, Индия там рядом, может и были. Так или иначе, вот проблема с традицией. В исламе слишком жесткие традиции, что, кстати, и погубило исламский мир. В данном случае врачи запретили хоронить немедленно умерших, потому что нужно предварительно осмотреть врачами, установить, есть у него холера или нет, например. Тогда уже открыли микробы, я про Пастера буду, скоро отдельный клип. То есть они примерно представляли, что распространяются микробы, поэтому мертвых надо осмотреть, чтобы остановить распространение эпидемии. По законам шариата нужно хоронить в момент смерти, а врачей и русских не хватало, они не могли сразу осмотреть. Они просили, чтобы лежал труп, пока врач там дойдет и осмотрит. Ну вот в связи с нарушением шариата, который требовалось, соответственно, получается, власти, то есть как мусульмане на это смотрят, власти требуют нарушить шариат, все, надо бунтовать. Вот 24 июня 1892 года толпа жителей, подстрекаемых традиционалистски настроенными мусульманами, перешла через канал Анхор в русскую часть города, там была русская часть Ташкента и мусульманская. Там, значит, в русской части проходила встреча администратора узбекской части города и коменданта города Ташкента русского. А этот администратор, он был приглашен именно потому, что, значит, саботирует решение против эпидемии узбеки и вот с ним начали разбираться. Узбеки, помимо этого, по поводу трупов вообще считали, что все вот эти меры антипротивохолерные, это все сплошное нарушение шариата. Ну вот во времена шариата про эпидемии не знали, ничего не предусмотрели. Так это Ибн Сина, вот наш медик азиатский, да, великий Авицен, он тоже говорил, что постоянно эти дураки мешают какие-то применять медицинские меры. Ну не знали арабы в 7 веке таких вещей, даже которые вот Авицен потом знал, тоже средневековый врач, но вот он узнал, что это еще по медицине. Блядь, надо же людей лечить. Какая нам разница, что там арабы в 7 веке про медицину думали. Надо лечить, как мы сейчас знаем, исходя из наших знаний. Поэтому тут плохо. Ну с другой стороны понятно, что узбеки вообще были недовольны тем, что русские присутствуют и лезут в их дела. То есть получается, да, с одной стороны, как бы вот восстание традиционалистов глупых, да, но с другой стороны это тоже и антиколониальное тоже, ну вот так накладывается, так вот. У нас причинно-следственные связи в истории взаимодействуют. Я не могу их ни поругать, ни похвалить, да, с одной стороны понятно, что они обидели, что русские ими распоряжаются, это понятно. Ну с другой стороны, ну вы учите вы дураки медицину, то есть сами тогда делаете. Сами не учите и русским не даете, но тоже как бы не дело, да, сложная ситуация. Ну ладно, вот значит пришел вот этот Мухаммад Якуб и пришла куча узбеков требовать, чтобы прекратили нарушать шариат. Путинцев, русский комендант, отказался вообще на этот шариат реагировать, все холера. Ну Путинцев уже был естественный человек 19 века, он вообще ни во что не верил, стопудово. Ну вот в Путинцево они начали кидать камнями, набросились на него кулаками. И дальше преследовали также и Мухаммада Якуба, то есть собственно узбека, который там, ну был от русской администрации, который тоже считали предателем. Захватили здание русской администрации, уничтожили там документы этой администрации. Русские собрались, естественно, начали вооруженно против них воевать, ну то есть бунт узбеков против русских пошел. Там в Ташкенте русские тоже были. Для подавления бунта прибыли русские солдаты, которые бунт подавили, разбили этих демонстрантов плохо вооруженных и начали стрелять на всех без разбору. То есть с русской стороны тоже ничего такого особенного цивилизационного не было. Собрали всех русских солдат, которые были, и начали по этой толпе плохо вооруженные какими-то камнями, палками начали стрелять из огнестрела массово. То есть не разбираясь, кто там виноват, то прав тоже. Ничего совершенно такого, это нельзя тоже сказать, никакой цивилизации. Просто ужасные события с обоих сторон дикости. Значит, по меньшей мере 80 человек пристрелили узбеков. Русским ничего не было. Сожгли здание администрации, там документы. А русских солдат, конечно, ничего им не было, куда пал с палками против этих солдат. Что там будет? Ну, потом, правда, вот авторитетный имам, узбекский Абул Касымхан, он написал генерал-губернатору Туркестанского края, что этот весь бунт не против русской власти, это бунт был за защиту шариата. И в какой-то степени вот этот Абул Касымхан, он как-то это все урегулировал. Потому что потом еще начали русские естественные следствия, начали там всех еще сажать, кто это все организовал. Ну, вот такие вот прискорбные дела у нас в Средней Азии. Ну, важнейшая причина все-таки такая, что люди одной культуры захватили страну другой культуры. Соответственно, вот узбеки им и не доверяли. Даже когда, ну, пытаются власти какие-то меры против эпидемии предпринять, в общем-то, полезные, да. Но вот им не верят просто потому, что они из другой национальности. Если уж вернуться к вопросу о национальностях, я вот недавно тут в дневниках рассказывал, у нас тут дошли некоторые фашисты до рассказов о том, что национальности нет, национальности есть. Если кто-то думает, что национальности нет, он сильно заблуждается. Самая ближайшая национальность ему это быстро объяснит. Это у наших, у Савков такая вот сформировалась в этом Советском Союзе, где говорили, что нет национальности, сформировалось такое представление, что отрицать существование разных народов, это, дескать, прогрессивно и удобно. Это неудобно. Вот до ближайшего народа, когда дойдет, они ему просто объяснят камнями и палками, как в Ташкенте в 92-м году. Что они есть. И есть большая равенца между одним народом и другим. И если мы хотим сделать жизнь людей лучше, упускать это из виду никак нельзя. Это реальность. Ну вот опять, значит, в США национальные конфликты продолжаются. Плеси против Фергюсона. Это, значит, расовая сегрегация. У нас, значит, черных освободили в Южных Штатах, но о них в Южных Штатах белые все равно не считали за равных себе людей. Проводили политику сегрегации. То есть запрещали им, допустим, пить из тех же колодцев, что и белые, ездить в тех же вагонах, что и белые и так далее. Естественно, учиться в школах, где белые. Туалет отдельно для черных, для белых. Гостиница для черных, гостиница для белых. Ресторан для черных, для белых и так далее. Вообще, чтобы не пересекались. А реально это национальное меньшинство черные, которые на этой территории, их очень много и давно живут. Собственно, белых туда завезли. Вот завезли, а теперь за людей не считают. Ну, реально какая была ситуация. Гомер Плесси был всего лишь на одну восьмую чернокожим. То есть у него только там одна какая-то бабушка была, а даже не бабушка, а одна прабабушка какая-то была там черная. Ну, практически он был белый. Он сел в поезде в вагон для белых по непонятным причинам и был арестован за то, что в вагон для белых садиться нельзя по законам штата Лузиана. Плесси обратился в суд, Верховный суд США, считая, что нарушается принцип равенства граждан перед законом. Так как, ну, гражданин США, их всех освободили, черных. Тем не менее, Верховный суд США постановил вот по вот этому делу Плесси против Фергуссона, что разделение граждан на черных и белых не нарушает Конституцию. То есть в Америке, почему это дело Плесси против Фергуссона важно, и в Америке законодательно закрепили, что сегрегация можно. После этого пошла поварная сегрегация, раз все есть, решение судебное. И ее запретили окончательно только 1964 год. То есть там были сильные волнения черных, о которых я еще расскажу, когда дойдут эта история. Но вот с 96-го года, там 4 года дела длилось, с 96-го года официально есть судебное решение, что в США разрешена сегрегация. И на местном уровне все южные штаты приняли всякие законы о сегрегации черных. Также в США у нас проходит забастовка на Холмстедском металлургическом заводе в городе Холмстед. Это штат Пенсильвания. Это у нас стали литейщики. В Пенсильвании там вся промышленность эта стали литейные. Это июнь-ноябрь 1892 года это продлилось. Значит, Холмстедский металлургический завод был, в принципе, один в небольшом городке. Это типичное городообразующее предприятие. То есть практически все население города либо работало на этом металлургическом заводе, либо это их жены, дети, либо это торговцы, которые продают еду для этих работников и так далее. Бизнесмен Эндрю Карнеги, один из крупнейших металлургических магнатов, это монополия. Дейл это другой Карнеги. Это вот Карнеги, который миллионер. Монополистический капитализм, я уже рассказывал, что даже там уже государство меры начало принимать против этих монополий. Ну, они считали, что им вообще никто не указ, что хотят делать, тем более рабочие. Рабочих они практически за рабов считали. Раз они манипулисты, вот, допустим, в этом городе, где работу найдешь? Только у этого Карнеги. Вот почему монополия-то плохо. Так что без вариантов, какие тебе условия Карнеги поставят, или ты выполняешь условия этого миллионера, или ты валишь из города, а больше работы нет. Да понятно, что у него там еще куплена вся полиция и так далее. Если ты сильно против него, это самое, навернул, да, то он тебе устроит вообще сладкую жизнь. Тебя там арестуют за что-нибудь и так далее. Ну, много примеров в американских фильмах, в американской литературе. Тем не менее, рабочие тоже создают профсоюзы. И в данном случае был профсоюз, Объединенная Ассоциация Рабочих Жилозадеятельной и Стрелетейной Промышленности. Вот подлинные левые, такие как анархисты, они призывали рабочих объединяться, создавать профсоюзы. Также это называется анархосиндикализм. То есть, политики продажные, как у нас в интернационале написано, интернационал же, кстати, анархистская же песня, да, добьемся мы освобождение своей собственной рукой, то есть, единственный выход у рабочих создавать профсоюзы и совместно бороться с чрезмерными всякими требованиями предпринимателей. Ну вот, был, значит, профсоюз. Профсоюз в 89-м году заключил коллективный договор на одну зарплату определенную, да. 1 июня 92-го года срок действия колдоговора истек, и Корнеги заявил, что он зарплату понизит. То есть, один колдоговор был, вроде как, всех устраивал, а теперь этот миллионер решил понизить заработную плату. Там и так, значит, было плохо. Вообще, в Америке низкая была заработная плата в конце 19-го века, ну и цены тоже низкие, поэтому. Значит, начались митинги этого профсоюза, они отказались заключать коллективный договор, тогда Корнеги сказал, что он не будет ни с кем профсоюзом разговаривать, вообще все профсоюзы распускаются. Это тоже была позиция монополистов, что они, короче, вот капиталисты весь рынок контролируют, а рабочие не могут объединяться и пытаться рынок труда совместно регулировать. Нет, никак, ни в коем случае. Все, Корнеги сделал, что вообще все профсоюзы разгонят, и мог по тогдашним законам США. Сам, значит, этот миллионер уехал в Шотландию, и там в роскошном имении бухал с бабами, или что там он делал, короче. Вот, вообще уехал, и с этими рабочими не разговаривал. С рабочими разговаривал директор от этого миллионера, который работал, Генри Фрик. Директору категорически сказали, ни хера с этими не договариваться, с профсоюзами, послать их нахер, уволить их там всех, набрать новых, если они сильно выпендриваются. Стали литейщики, сравнительно низкая у них квалификация. То есть, в отличие от железнодорожников, которых быстро не обучишь, ну, можно было стали литейщиков более-менее обучить, но тоже разные. Там у них разные специальности, некоторые там требуют высокой квалификации, некоторые нет. Ну, проще, чем с железнодорожниками, относительно. Соответственно, у нас конфликт этот идет еще с весны 92-го года, поэтому я всегда помещаю. Конкретно, значит, в конце июня 1892 года Фрик, директор, заявил, что поскольку эта ассоциация отказалась от требований завода, руководство компании с профсоюзом сотрудничать не будет, объявил локаут. Вот. В ответ на это рабочие объявили забастовку, вокруг завода поставили завор с колючей проволокой, ну, и, естественно, штрихбрейхеров. То есть, наняли рабочих, которые не были членами профсоюза, и завезли в этот маленький городок. Надо сказать, опять же, городок маленький, все работают на заводе. То есть, они привозят в этот город вообще новых людей, получается, да, там уже сложились какие-то отношения между рабочими. Новых людей, весь город увольняем, короче, новых завозим, будем новый город строить, а весь город отменяется. Примерно так выглядит. Значит, рабочие бастуют. Было такое агентство Пинкертона, я уже рассказывал, что они действовали против железнодорожных забастовщиков, причем с оружием в руках. Эти все ребята из Пинкертона были вооружены, частные наемники. Вот этих 300 бойцов из частного агентства наемников, их пытались высадить в городе и там перестрелять, видимо, рабочих. Ну, по крайней мере, для борьбы с этими забастовщиками. 300 бойцов Пинкертона прибыли поездом на запад Пенсильвании, там они пересели на две баржи и отправились в этот Холмстед. Они хотели ночью высадиться на берег незаметно для рабочих, а потом устроить погром. Однако там рабочие тоже были не дураки, возможно, у них были и агенты, так как там все-таки общеамериканские эти все профсоюзы были, и там много кто в этих профсоюзах состоял и достаточно образованный. Не надо себе американского рабочего как дурака представлять, как у нас в некоторых путинских фильмах рабочих идиотами изображают. Далеко не идиоты, особенно когда до их проблем дойдет, до их зарплаты. Это я точно говорю сам, у меня мать инженер на заводе и менеджер заводской. Я точно сам в рабочей среде вырос, прекрасно, такие же люди и многие довольно умные. Ну ладно, значит, это личные воспоминания. Короче, рабочие караул сразу поставили, знали, что эти баржи высадятся. Потом эти караулы подняли тревогу, рабочие собрались и сотни людей, вооруженные тоже оружиями, там ноги в гражданской войну вывали, начали отстреливаться от пинкертонщиков. То есть десант пинкертоновцы высадили, их все там перестреляли, состоялся бой, выбросили их обратно на эти баржи. Были убиты и раненые. Потом в течение дня рабочие пытались атаковать баржи, на которых стреляли эти наемники. То есть целый день бой шел в городе. Ну и, наконец, вечером эти наемники сдались, поставили коридор, через который вот эти вот сдающиеся, бросив оружие, шли через коридор рабочих. Они их там ругали и кидали в них там камни, в этих придурков, которые приехали их убивать. Ну вот, возмущение рабочих совершенно понятно, да? Тут вообще какие-то вообще не местные из Нью-Йорка с оружием в руках, приехали по ним стрелять, у них тут какие-то местные дела, проблемы с администрацией городообразующего предприятия. Как-то они вот без этих вот ублюдков их решат. Ну вот, значит, они прошли в офис шерифа, в местный театр точнее. Вот пришел шериф, который должен был арестовать, ну холи нападения вооруженные на жителей города. А шериф, естественно, продажные и всех этих отпустил. Ну вот, как там дела все делались в Америке, да? То есть, ну тут очевидно, 300 человек напали на жителей города. Жители города оборонялись, победили их, разоружили, сдали их шерифу в местную полицию. А полиция ни хера не сделала и отпустила. Так что вот эти рабочие все-таки верили в буржуазную законность, что их и погубило. Ну, в соседних городах были забастовки солидарности, однако АФТ, то есть Общий Американский профсоюз, не поддержал, за что их потом обвиняли. АФТ, с одной стороны, крупный профсоюз, с другой стороны, постоянно обвиняемый в оппортунизме, потому что многие забастовки они не поддерживали. Идеология АФТ скорее была соглашательская, то есть договариваться с предпринимателями. Ну, какие-то они могли условия получше договориться с предпринимателями, какие-то нет, но эту конкретную забастовку АФТ не поддержал. В таких условиях директор Фрик сказал, что он на профсоюзы плевать хотел, все профсоюзы разгоняются, и так как пинкертоновцев разбили, он, значит, подключил полицию эту Пенсильвании, которая прибыла в город, и всех уволили, всех разогнали, и завод начал работать на штрекбрехерах. То есть в данном случае администрация победила, всех этих, которые протестовали, всех уволили, наняли полностью новых. Через месяц на этого Фрика, на директора завода было покушение. В его кабинет пришел посетитель и стрелял в него. Это был анархист из России, еврей-анархист Александр Беркман, ну, вот из России по происхождению. Его рабочие не нанимали, просто вот анархист решил лично этого директора, узнал про всю эту историю, взмутился действиями администрации, решил просто прийти и лично убить директора. Вот у нас в России вот так принято, например, было в то время, там некоторых царских чиновников просто убивали, особенно охреневших. И такие традиции сохранялись, ну, примерно, ну, даже и в революцию сохранялись. Вот Каплан, она пошла в Ленина стрелять именно по этой причине, что считала, что мерзавцев надо просто убивать, и все. Ну, вот, следуя традициям русской революции, Александр Беркман пошел и выстрелил в этого Фрика. Фрика этот не умер, он его только ранил, и, естественно, буржуазия потом кричала, что вот, там терроризм, какие забастовки, какие рабочие, профсоюзы стреляют. То есть перевела это все стрелки на рабочих, естественно, ну, пропаганда. Забастовка до 20 ноября была безрезультатной, лидеров профсоюза арестовали, но не посадили, и рабочие так или иначе вышли на работу на старых условиях, ну, то есть на тех, на которые предприниматели потребовали, то есть снизили им зарплату. Тем не менее, все это, естественно, в газетах распечатали, все это были ужасные истории, левая пресса была серьезной в Америке, она все это донесла, поэтому на репутацию вот этого миллионера, который в это время в Шотландии там жировал, да, с жиру бесился, пока там в рабочих стреляли, вот, на репутацию его повредили, этого эндрикарда гиба. То есть борьба продолжалась, несмотря на поражение рабочих, это все предали огласке, пользуясь свободой слова американской, и продолжили борьбу за признание профсоюзов, за права рабочих, о разных ключевых моментах, о которых я еще много расскажу.